Много комментариев было, много злостных комментариев, ну, типа, зачем металл в печке? Печь эксплуатируется больше трех лет, причем первые годы эксплуатировали ее не по-детски, совершенно не по-детски. То есть и в каждом шве была сетка? Для понимания, в каждом шве она разошлась чуть-чуть, там, на сотой доли миллиметра, и обратно так же точно склеилась. Ни одной даже микротрещины, вот, вот все, вот эта перемычка, она подвержена сильному тепловому удару. Всем доброго дня, с вами компания «Объечный мир». Сегодня мы, Александр Валентинович, в гостях. Объект уже 4 года как-то запущен, эксплуатируется, заказчик доволен, то есть все нравится. Вот хотелось бы сегодня поговорить. От задачи может начать? Да. Какая задача ставил? Значит, когда мы сюда приехали, а мы приехали сюда через полгода примерно обсуждений и дебатов, то есть что мы здесь хотим получить, заказчик ставил задачи. Заказчик здесь, он может обрисовать сам, какие он задачи ставил. Максим, расскажи, пожалуйста, какие задачи ты ставил? Отопить дом с помощью печки в трудные времена, как говорится, когда отключают электричество. Сегодня по закону 72 часа могут тебя не подключать. Извини, мороз в Сибири в 35 градусов, 72 часа многовато. Я ставил нереальные задачи. Вот здесь мне надо отопить и соседнюю комнату за бетонным перекрытием. Здесь порядка 48 квадратов комната. Ее необходимо было тоже отопить, потому что здесь полноценная стенка бетонная. Сейчас снимаем, как она делается, как она сделана, но по факту не снимаем обратной связи с годами. То есть как она себя проявила? Получили вы то, что хотели? Да, я получил по полной максимально то, что я хотел, даже больше. Я получил больше, что хотел. А какие-то цифры, сутки, двое, трое, протопки 2-3 часа, можете сказать, как топите, и сколько тепла дает? Верхний розжиг достаточно не быстро разгорается, раз закаляется печь, то есть выходит в рабочую температуру. Вот так, скажем, через полтора часа чувствуется, что печь начинает греть. Полтора часа, но она уже не просто становится теплой, а она уже отдает тепло. Спустя 4-4-5 часов печка разогревается так, что она остывает 2 дня. То есть 2 дня можно не подтапливать? 2 дня вот в этой комнате, вот с этим большим окном, я не знаю, сколько тут, 7-8 квадратов. И еще одно окно. И еще и то, что цоколь неутепленный. То есть тут 2 дня тепло. Зимой, ну, соответственно, не летом, потому что печку. Ну, как бы есть летний ход, а нам она выполнена и летом может отапливаться. То есть захотели шашлыков, дождь идет, не идем на улицу, растопили печь с летним ходом. Как печка? Какая она должна? То есть я даже не знал, какая будет печка. Ну, хотелось угол этот занять, потому что, ну, логичный возле большого окна. И, то есть, обогревательный элемент такой. Ну, что-то красивое хотелось или просто обогревательное? Я даже не думал. Нашел случайно, как бывает, первая мысль, она всегда правильная. В интернет открываю и вижу форму. Я даже, ну, форма, да, примерно, не примерно, она была почти такая же. Что меня привлекло к той печи, вот этот, в программе, когда прописывается, там красный такой терракотовый цвет. Я даже сам потом, не осознавая, потом, когда начали строить, я увидел вот этот вот самый терракотовый цвет. Ни у одного кирпича нету такого цвета. Только у царского кирпича. И мы очень долго обсуждали эту тему, какой выбрать материал. Я щепетилен достаточно каким-то моментом. Красиво – это одно. И самое главное для меня – качество. Функционал еще, наверное, тоже важно. Функционал – это, конечно. Что за машина, если у тебя не крутятся колеса? Ну, и вот по декорациям, то есть, заказчик обозначил, чтоб красиво, да, не знаю, чё, но чтоб красиво. Я правильно говорю? Да. В точности, не знаю, чё, чтоб красиво. То есть, и вот раскладываем периметр, периметр, первый ряд. Значит, он приходит и говорит, а мне не нравится. Плоская. Давай уши сюда выпустим. Давай. Ну, потом, когда котел, формат котла заложили, то есть, ну, какого он должен быть, чтобы обогреть этот дом, да, она должна быть еще больше сюда, вот отсюда. То есть, она получалась у нас несимметричная печка. Да, несимметричная. Помнишь, первый раз разложили вот отсюда, да, и там вот ровно до угла. Потом, когда котел переформатировали, котел переформатировал я, чтобы оставить ту же самую площадь, но изменить немножко конфигурацию. Получилось, что с этой стороны она чуть-чуть вышла за стенку на 10 сантиметров, но это позволило ее и здесь ужать. То есть, сделать более или менее, скажем так, симметричную, симметричную, чтобы она встала в угол, заполнила и все. Потому что, ну, проем этот все равно большой, да, туда, в ту комнату. И, ну, выступила маленько, и бог с ним, то есть, не критично. Вот, а так она у нас вот сюда была развернута первый раз. В общем, периметр перекладывался раза четыре. Что дает браширование? То есть, ну, этого тоже никто в России, в принципе, не делает. Я не побоюсь этого слова. В России никто не делает вот такого браширования стопудово. Я даже повторюсь, стопудово никто в России этого не делает. Значит, что это дает? Это дает, когда ты вот так прикасаешься к перегретой печке, к перегретой, которая нагрета до 120 градусов, ты никогда не обожгешься. Никогда. Даже если она нагрета до 110, до 120 градусов. Это дает равномерное распределение тепла внутри кирпича. Вкупе с армированием. Вкупе с армированием. То есть, скажем так, когда кирпич изнутри греется, мы получаем в Эпюре тепловое пятно в середине грани вот здесь. За счет браширования, за счет быстрого теплосъема, то есть, ну, вот в этих местах, в дорожках, да, то есть, они остывают быстрее, то есть, и тепло распространяется от бока. То есть, более равномерно разогревается кирпич. Значит, чтобы... Александр Анатольевич, можно я тебя прерву немного? Вот ты сказал про сетку. Вот я просто немного от темы отклонимся этого объекта. У нас было видео, где мы снимали про кладочную сетку, который ты используешь. Да, 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 я рассказывал про кладку. Да, да, да. Можешь... Вот это тоже живой пример. Ну, почему вообще вопрос возник? Много комментариев было, много злостных комментариев. Ну, типа, зачем металл в печке? Да, что металл – это смерть для кладки. Что оно порвет, еще что-то расширит, там, какую функцию несет. Ну, вот на живом примере можешь сказать, может, еще раз про это проговорим. Песи топятся по 7, по 8, по 9 часов, и не трескаются. Это армирование кладки, это тонкий шов, это мытье кирпича. Вот эта сетка 0,8 мм толщиной металл, кладочная. И если мы кладем в 3-х миллиметровый шов, 1,6 мм занята сетка из них. Практически весь раствор уложим у нас вот в эту вот опалубку. За счет сетки происходит быстрая теплопередача, потому что она в разы больше, чем у кирпича, и, соответственно, больше, чем у глины. Кирпич эксплуатируется больше трех лет, то есть, как бы, причем первые годы эксплуатировали ее не по-детски, совершенно не по-детски. Ее взрывали просто на убой, просто на убой до 100 градусов, до 110, раскалялись стены, то есть она остывала потом по 3 дня, то есть ее потом опять дотапливали. А толщина здесь тоже в 12, грубо? Толщина стена, в царский кирпич 13 см толщина. Ну, в пол кирпича, грубо. Да, в пол кирпича толщина, она футированная. Единственное, она футированная, она вся внутри футированная, она обтянута сеткой. И изнутри обтянута сеткой, и по сетке сделана футировка, то есть специальным составом футировочным. Ну, тоже, кто хочет узнать, то есть, пожалуйста, это отдельная история. Есть ролики на эту перу сняты, то есть мы показывали, как это делать все раньше. Можно заглянуть, посмотреть на портале Печного мира. Вот они, остатки сетки. Да, то есть это вкладку, то, что использовалось? Да, это кладочная сетка, то, что использовалось до кладки. А это внутренняя? Да, это использовалось для футировки, вот эта рулонная. Вот заказчик принес остатки, то, что было использовано для печки. Толщина сетки и толщина шва. И толщина шва. То есть и в каждом шве была сетка. Для понимания, в каждом шве, в каждом шве, в каждом шве лежит вот такая сетка. Сетка 1,6 мм толщиной, 1,6 мм. Шов около 3 мм. Ну, 2,5-3 мм. Все кладочные швы в строительстве, они работают на наружных конкурах, на сжатие. На сжатие. То есть чем больше мы рядов нагружаем, тем больше давление у нас на предыдущую поверхность. Ну, на первую поверхность. На сжатие. То есть шов сжимается. Печные швы, печные швы работают на сдвиг. На сдвиг. Есть параметры, да? То есть когда мы определяем физические свойства в строительных материалах. Есть такое свойство, называется сопротивление сжатию осевому. Есть свойство, которое называется сопротивление сдвигу. Так вот, печные швы, вот этой вот толщины, они все, любые печные швы, работают на сдвиг. Почему? Потому что у нас кирпич нагревается, при нагревании он увеличивается, увеличивается в объеме. И по длинной оси он увеличивается больше, чем по короткой оси. Ну, в линейном измерении, да? То есть по длинной оси быстрее увеличивается и больше физически, чем поперек. И поэтому, когда кирпич в кирпич начинает упираться, то есть у нас периметр, периметр печи начинает увеличиваться. То есть вот происходит в шве сдвиговая нагрузка. Сдвиговая нагрузка. Когда мы ложим сетку ромбиками повдоль оси натяжения, да? То есть она у нас, это упругая среда, она оказывает, что распределение температур, распределение температуры, которая внутренняя грань кирпича нагревается, металл обладает большей теплопроводностью, чем глина, и температура равномерно распределяется по шву. То есть нету вот этого сильного напора на внутреннюю грань, которая сильно разогрелась, потому что постель, на которой лежит кирпич, она тоже разогревается сеткой за счет большей теплопроводности сетки, за счет того, что там быстрее тепло проводится, да? То есть, значит, динамика сетки такая, что это сталь ST3, она оцинкованная, значит, и у ней термические, скажем так, деформации начинаются с температуры 270, ну, 300, даже, скажем так, 350 градусов, потому что она анодированная, необратимые деформации. температура шва никогда не будет 300 градусов. То есть максимум, что мы можем получить на наружной поверхности, это 120 градусов, 130, на внутренней поверхности после футеровки мы можем получить 350, ну, 400 градусов, 400 градусов. То есть, в сантиметре даже от футерованной поверхности, то есть, от внутренней грани кирпича мы можем получить температуру 330, ну, 350 градусов, что не выходит за пределы необратимых деформации металла металл вот в таком шве заполненный глиной имеет ровно температуру то есть глина имеет ровно температуру металла металл имеет ровно температуру окружающей среды потому что он обладает высокой теплопроводностью и в хорошем контакте с глиной на химическом уровне значит происходит маленький теплообмен кондуктивный теплообмен на молекулярном уровне то есть глина которая соприкасается с металлом имеет ровно ту температуру нагревается до той температуры до которой нагрет металл и вот когда сетка положено вдоль вдоль вкладки ромбиками у нас получается длинная ось которая вот на растяжение на сдвиг до работает она разогревается равномерно да то есть когда кирпич у нас пытаются вот так раздвинуться у нас сетка оказывает упругую то есть она находится в упругом состоянии и она не дает глине глине которая более хрупкое вещество чем металл расползти за то есть если мы посмотрим на конфигурацию сетки на объемную конфигурацию сетки то это было что эта сетка просечная то есть это был металл вот такой да когда его вот так просекли и потом растянули она стала вот так но поскольку она у нас просечно вытяжная то есть она у нас стала вот так то есть это металл 0 8 когда и вот так вот просекли и вот так растянули высота сетки стала 1,6 миллиметра, то есть физическая толщина сетки. При толщине шва 3 миллиметра она заполняет практически весь шов. Местами она касается этого кирпича, местами этого кирпича, а та глина, которая находится в ней, она находится как внутри нее, внутри ромбиков, она находится как будто в опалубке, как будто грядке. Грядки мы делаем, коробочки, чтобы туда землю, чтобы она не рассыпалась, как в грядке. И здесь точно так же, та глина, которая в шве, она находится как будто в опалубке, то есть сетка, упругая деформация существует, глина на химическом уровне сцепилась сеткой, прилипла к ней, и она вместе с ней расширяется, но металл до 350 градусов не испытывает необратимых деформаций, то есть это обратимые деформации, это упругая среда, точно так же, как и глина, она разошлась чуть-чуть на сотой доли миллиметра и обратно так же точно склеилась. Посмотрим внимательно на перемычки, которые подвержены наиболее тепловому удару, в процессе эксплуатации, особенно вот здесь над топочной дверкой, ни одной даже микротрещины, вот эта перемычка, она подвержена сильному тепловому удару, потому что вот тут очень высокая температура. Шов до 1 миллиметра. Шов до 1 миллиметра, вот он монолитный, а где брошированный, тут его практически и не видно, да? Ну а за счет чего она стоит, Александр Анатольевич? Вот здесь вот лежит сетка, вот здесь вот, вот в этом ряде вот здесь лежит сетка, вот здесь в этом ряде лежит сетка, вот причем вот так вот, она отсюда доходит ровно, отсюда вот ровно сетка от замка идет вот сюда на край, здесь она пересекается, то есть завязана в угол, за счет правильных углов. Держится клинообразно? Клин? Клин, это кленовая перемычка, да? Она же без шпилек, без всего. Без шпилек, абсолютно без шпилек, без всего. Эта кленовая перемычка держится за счет примыкания плоскостей, переноса вертикальной нагрузки, значит, под угол 45 градусов, здесь он у меня маленько меньше, 43 градуса вот этот угол по отношению к горизонтальной плоскости, то есть вертикальную нагрузку или распорную нагрузку от клена, которая переходит в вертикальную плоскость, я перенес за счет сопряжения вот этих плоскостей, всех плоскостей, то есть это не параллельные кубики, это все клинья разнородные, перенес вот сюда. А выглядит как доска, как из доски выпилено, да? Да, перенес вот сюда, а здесь, значит, в распоре давление передается под углом 45 градусов, значит, вот таким вот сюда образом, здесь он упирается, вот этот длинный кирпич, то есть этот кирпич упирается в этот, то есть трапеция 135 градусов мы сейчас достанем тепловизор и посмотрим на швы то есть я вам покажу что каждый шок каждый шок здесь горячее чем кирпич ну как минимум на 5 градусов в любом месте думаешь прогрелась но чувствительность тепловизор у меня одна десятая градуса то есть будет пол градуса разница мы это увидим